В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Золотая свадьба. В Саровском ЗАГСе чествовали семейные пары, которые прожили в браке 50 лет. Первыми решить цепочку логических задач. Активисты общины православной молодежи провели квест, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. Ловись рыбка большая и маленькая в Сарове прошел кубок по ловле на донную удочку. Далее расскажем обо всем подробно. На третьем КПП военнослужащий Росгвардии задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был настолько пьян, что еле вышел за руля. Мужчина ранее уже был лишен права управления транспортом. На прошлой неделе он повторно сел за руль автомобиля пьяным. Теперь материалы будут переданы в суд. Чем еще запомнилась в минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Для сотрудников госавтоинспекции неделя выдалась насыщенной. Зарегистрировано три ДТП, в результате которых пострадали люди. Выезд со двора на проспекте Музруково стал местом столкновения двух автомобилей. Водитель 98-го года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2170, так называемой приора, при выезде из жилой зоны, при повороте налива не уступила дорога автомашине Ниссан Тиэда под управлением водителя 85-го года рождения, которая двигалась по главной дороге. В результате, в момент раскрытия подушек безопасности, один из водителей получил ушиб головы, а второй – правого предплечья. Еще одна авария произошла на пересечении улиц Гоголя и Маяковского. Две автоледи не поделили перекресток. Водитель автомашины «Фальсваген» на перекрестке нервозадачки дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомашине «Аудио А6». Под управлением водителя, также женщины, 75-го года рождения, которая приближалась по главной дороге. В итоге одна из женщин получила телесное повреждение. После осмотра врачами ее отпустили домой. В дежурную часть полиции на прошедшей неделе обратилась пожилая женщина с просьбой разыскать телефонных мошенников. Злоумышленник позвонил Саровчанке и представился сотрудником службы безопасности банка, который заметил подозрительную активность в работе банковской карты. Связался уже сотрудник безопасности банка этой карточки, которому карточка принадлежит. Ну, соответственно, и по стандартной схеме сообщил коды, код ЦВВ, который на обратной стороне, ну и произошло, соответственно, списание. Женщина назвала персональный код, а спустя несколько дней с отсчета списалась сумма в размере 285 тысяч рублей. Саровчанка ранее слышала о таких преступных схемах, но все равно потеряла бдительность. Чтобы не попасть на такую ловушку мошенников, достаточно знать, что сотрудники службы безопасности не требуют дополнительных данных у клиентов по телефону и не звонят с неизвестных номеров. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. Другим новостям. В Саровском ЗАГСе чествовали семейные пары, которые прожили в браке 50 лет. Под марш Мандельсон они подтвердили свой брак и расписались в книге регистрации почетных юбиляров. В адрес каждой супружеской пары прозвучали теплые слова. Супругу вручили благодарственные письма и памятные подарки. Разделить радость события собрались их дети, внуки, родственники, друзья и коллеги. Чествование семейных пар, которые прожили в браке 25-30-50 лет, стало уже традиционным мероприятием. В этот раз две семьи в торжественной обстановке отметили золотую свадьбу. Супруги Лиленкова и Мальцева поженились ровно 50 лет назад, 12 июля 1972 года. Семья для каждого человека – это огромный дар и великая ценность. Они прожили рука об руку 50 лет, вместе преодолевали трудности, все вместе радовались и воспитывали детей, а потом и внуков. За их плечами полвека жизни. Поздравить юбиляров пришли не только родственники, но и депутаты городской думы. Они вручили супругам памятные подарки и благодарственные письма. Настолько приятно на вас смотреть. Вы до сих пор смотрите на друг друга влюбленными глазами. Это видно, это заметно, завидно. Дело завистью, что вы сохранили через столько лет такие чувства друг к другу. Теплые слова высказали дети и внуки юбиляров. Все они отметили, что жизнь их родителей станет для них примером и образцом для подражания. Любовь существует. Горько, друзья. Сами юбиляры, вспоминая прожитые годы и день своей свадьбы, не смогли сдержать слез. И взгляды, и сказанные шепотом слова и прикосновения рук, все говорило о том, что они сберегли и сохранили нежные чувства любви и взаимного уважения. Секрет золотых юбиляров оказался прост. Надо просто уважительно относиться друг к другу, любить друг друга. И тогда остальное все получится. Остальное все получится. Если получится, нужно крепко, крепко любить. Я тоже считаю так же. И большое внимание уделяю уважение. В каждом человеке, что он во мне, что я в нем вижу личность человека. И это нужно ценить и уважать. Как в день своей свадьбы пары обменялись кольцами, поставили подписи и станцевали вальс. Имена супругов занесли в юбилейную книгу почетных гостей отдела ЗАГС нашего города. Нижегородские предприниматели смогут принять участие в первом региональном бизнес-стендапе «Свои грабли». Это марафон, в котором владельцы бизнеса рассказывают свои истории реализации проектов в формате стендапа. К участию отбирается 12 реальных историй. Герой – действующий предприниматель, который интересный и доступный, и с юмором расскажет о собственных бизнес-решениях. Конкурс состоится 10 октября 2019 года в технопарке «Анкудиновка». Главный приз – 75 тысяч рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На протяжке снова можно купаться. Как сообщили в межрегиональном управлении номер 50 ФМБА России, согласно результатам последних анализов, вода там полностью соответствует всем санитарным нормам. Напомним, оба официальных места пляжного отдыха в Сарове – озеро Протяжное и пруд Боровое – были закрыты для купания с 1 июля. Ограничения ввели из-за того, что в воде были превышены нормы загрязнения по микробиологическим показателям. Изготовленный вовне в телескоп вышел на орбиту. Речь идет об аппарате под названием «Артекс-С», который стал частью космической обсерватории «Спектр-РГ». На днях исследовательский комплекс при помощи ракеты-носителя «Протон-М» запустили с космодрома Байконур. К наблюдениям обсерватория приступит в октябре этого года. Спроектированный Институтом космических исследований РАН и созданный Саровчанами телескоп позволит по-новому взглянуть на Вселенную в жестком рентгеновском диапазоне. В Сарове пройдет роковый open-air. Музыкальный фестиваль «Зато Рок-2019» распахнет свои двери 10 августа в парке культуры и отдыха имени Зернова. Для справки, «Зато Рок» — это ежегодный музыкальный фестиваль, который дает возможность выступить как опытным командам, так и начинающим музыкантам. Последние несколько лет он традиционно проходит на танцевальной площадке парка культуры и отдыха имени Зернова. Активисты общины православной молодежи нашего города провели квест, посвященный Дню памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Трем командам предстояло выполнить задания, каждый из которых должно было привести участников в ту или иную точку города. Победителем считалась та команда, которая быстрее всех разгадает логическую цепочку и в полном составе окажется на финише. Подробности далее. Участников квеста поделили на три команды, в каждой выбрали капитана. На время квеста им предстоит стать единым целым. Вместе ходить по точкам, расположенным в старой части города, вместе находить подсказки и искать ответы. Это отвлечение от повседневной жизни. Что-то, какое-то занятие, которым не занимаешься каждый день, поэтому всегда полезно для отдыха заняться чем-то таким. К тому же вот эти ребята, я их никого не знаю, это тоже интерес. Поглянуться в другой компании, пообщаться с людьми, которых не знаешь, с кем ты новым познакомиться. Формат квеста по городу активисты православной общины практикуют второй раз. Первый опыт случился зимой. По отзывам участников он оказался удачным, и было принято решение сыграть еще. На этот раз квест решили посвятить покровителям семьи и брака, святым Петру и Февронии. В честь праздника все задания объединили темы и любовь. Нужно знать и наш город, где какие магазины, где какие раньше были учреждения, как они назывались. Участникам квеста предстояло собрать недостающие части символа Дня Семьи Любви и Верности – ромашки. За каждый пройденный этап они получали белый лепесток. Ребусы, шифровки и загадки приходилось отгадывать путем мозгового штурма. Победителем квеста, посвященного Дню Семьи Любви и Верности, считалась команда, участники которой первыми придут на финиш, пройдя все этапы. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В рамках года театра воспитанники Центра внешкольной работы представили проект «Театральное закулисье». Участниками стали ребята дворовых площадок «Восход», «Надежда» и «Мечта». Команды представляли выдающиеся театры мира «Большой театр», «Театр из Миланы» и «Чикагский». В формате игры ребята примерили на себя роли актеров, а также заглянули в закулисье и узнали, чем занимаются актеры до выхода на сцену. Как у артистов проходит подготовка к спектаклю, как создаются декорации, гримы, костюмы. Все это узнали участники дворовых площадок клуба Центра внешкольной работы. На один вечер ребята перенеслись в закулисье трех знаменитых театров – «Ласкало», «Большого» и «Чикагского». Организаторы конкурса рассказали о зарождении этого искусства и чем занимаются актеры до выхода на сцену. Ребята попробуют себя не только в роли актеров, но и заглянут за кулись и посмотрят, чем же актеры занимаются до выхода на сцену, когда мы видим их со зрительного зала. Успех театральной постановки зависит от командной работы. Истории на сцене создаются режиссерами, актерами, гримерами, костюмерами и суфлерами. Участникам представилась возможность попробовать себя в каждой из этих профессий. Команды тянули жребий и выполняли задания, а жюри оценивало технику и креативность. Понравилось и озвучивать отрывок, также понравилось делать зарисовку человека. Мы представили одну девочку и сделали ее гейшкой. Юные театралы читали стихи в манере детских ужасов. С помощью движений веером иллюстрировали отрывок с произведения, а также гримировали друг друга. Зрители поддерживали артистов аплодисментами. В финале каждая команда исполнила театральный номер по картине Решетникова «Опять двойка» в виде балета, оперы и пьесы сказки. Аниматор Александра Ситникова не только судила конкурс, но и помогала детям справиться с заданиями. Сейчас я помогла ребятам в рамках задания перевоплотиться в жителя страны Индии с помощью красок, кистей. Первое место получили ребята из детского клуба «Мечта», который представили Чикагский театр. Участником встреч в рамках проекта «Дворовая практика» может стать любой желающий по будням с 16.00 до 20.00. Адреса площадок можно узнать в группе Центра внешкольной работы ВКонтакте. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Саровские рыбаки приняли участие в Кубке города по ловле на Донную удочку. Соревнования проходили в два тура, каждый из которых длился по два с половиной часа. Участок соревнований делился на сектора в соответствии с количеством спортсменов. Длина каждого сектора не менее 10 метров. За каждый грамм пойманной рыбы участнику начислялся один балл. По сумме набранных очков распределялись призовые места. Алексей Тверсков увлекается рыбалкой с детства. Спортивную составляющую открыл для себя приблизительно год назад, когда впервые поучаствовал в городских соревнованиях. Тогда новый опыт для Алексея оказался удачным. Он занял первое место в чемпионате и Кубке города по поплавочной ловле. Если ты сидишь для себя сам один, сидишь в своем удовольствии, никого не трогаешь, ловишь, отдыхаешь. А здесь есть регламент определенный, определенные правила. Вот в прошлом году в конце мая пришел, так сказать, вот пока остался. До второго разряда за год дошел. Участников соревнований по рыбной ловле не пугает четкий регламент. Такие правила считают рыбаки наоборот, заставляют собраться и показать свои умения на самом высоком уровне. Но не только ради баллов и призовых мест спортсмены собираются с удочками и снаряжениями на берегу водоема. Разгрузка от работы совершенно такая. То есть, когда дикая работа, и ты здесь спокойно можешь посидеть, подумать, расслабиться, посмотреть на природу, подышать, просто подышать свежим воздухом. Участники соревнований собрались на правом берегу реки Сатис перед плотиной рано с утра. После регистрации жеребьевки и построения организаторы дали первый сигнал первого тура. Всего Кубок города по ловле на донную удочку включал в себя два этапа. Подготовку к Кубку организаторы начинают за несколько недель. Первое, что необходимо сделать – исследовать зону предстоящей ловли. У нас есть тут зона 100 метров. Надо понять, какие дистанции будут рабочие, на что рыбу больше будет предпочтение отдавать, какая насадка, какой поводок будет больше работать, что вообще, в принципе, для рыбы. И отработка по дистанциям. То есть, при забросе, скажем, на 50 метров, можно две дистанции для себя выбрать, определенно на которых будем ловить. На удочку саровских рыбаков попадаются лещи, плотва, окуни, щуки, караси, ерши и пескари. По первому сигналу участники заходят в сектор и начинают подготовку. По второму проводят прикормку. И только после того, как организаторы дадут третий сигнал, стартует ловля рыбы. У нас два тура. В каждом туре у каждого спортсмена свой сектор. Первый тур мы взвешиваем, получаем один общий вес. У каждого спортсмена свой, соответственно, каждое место свое. За каждый грамм пойманной рыбы спортсмену начисляется один балл. По количеству набранных очков распределялись призовые места. Первое место занимает тот, у кого зафиксирован наибольший вес улова. Победитель всех соревнований определялся по наименьшей сумме мест за тур. Дарья Цапорегина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В студии работала Мария Ирунич. Все вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова